На пленарном заседании Госдумы был поднят вопрос о возвращении России к истокам русской системы мер и весов, традиционно применявшейся на Российской империи. Для ее имплементации будет исключена метрическая система мер, насильно насаждавшаяся иностранными государствами. В связи с уходом из России и иностранных компаний, выхода из Белонского процесса, потребность в использовании метрической системы отпадает, заявил автор законопроекта Петр Толстой. Изменения коснутся мер длины. Вернется верста, сажень, локоть до 5. Площади это верста, десятина, сажень, оршин, вершок. Веса будут доля, злотник и пут. Также будут возвращены хлебные меры када, куль, осьмина и четверик. И винные меры бочка, гарница, косушка, четушка и шкалик. В ходе заседания подчеркнули, что возвращение к старорусской системе мер сделает жизнь россиян удобнее, поможет восстановить историческую память. На реализацию инициативы, с учетом изменений всех аспектов жизни общества, уйдет около шести лет. А Минпросвещение в экспериментальном порядке в отдельных регионах РФ с 1923 года в рамках ЕГЭ по математике введут старорусскую систему мер и весов. Кстати, о Болонской. Выход России из числа участников Болонской декларации сделает незаконным двухцикловый стандарт высшего образования. Теперь россияне, имеющие диплом бакалавров, считаются лицами со средним образованием. Выход из Болонской системы произошел по инициативе заместителя председателя Госдумы того же Петра Толстого. По его мнению, она противоречит традиционной русской системе образования и ведет к идеологическому поражению, несмотря на славные победы на фронте. Также, как считает Толстой, Болонский процесс способствует потере целого поколения граждан России, ныне школьников и студентов. Издревле на Руси высшее образование занимало 5 лет. Слово «бакалавр» вообще не русское. Русскому народу непонятное. Поэтому бакалавров больше нет и не будет. Магистров тоже. Они все станут специалистами. «Специалист» – вот это исконно русское слово. Лев Толстой не был бакалавром. Алексей Толстой тоже не был бакалавром. Это русская история все-таки. Это надо знать, сказал с трибуны Госдеп Петр Толстой. Сейчас в правительстве обсуждают, можно ли считать бакалавров гражданами с неоконченным высшим образованием и дать им доучиться до уровня специалиста. Однако, учитывая значительную порочность баллонской системы для России, возможно, образование придется начать заново. В этом решении есть еще один положительный момент. Решается проблема неизбежного сокращения штатов, предприятий и организаций. С должностей, требующих высшего образования, уволят бывших бакалавров и приведут штаты в нужную численность. На ближайшем заседании правительство рассмотрит вопрос, считать ли действительными дипломы магистров, выданные лицам, ранее имевшими упраздненную степень бакалавра. На пресс-конференции в Роскосмосе Дмитрий Рогозин раскрыл параметры полета военного спутника «Космос-2555». По его словам, спутник переведен в режим управления «На кого Бог пошлет». «Космос-2555» был запущен с космодрома Плесецк 29 апреля. На орбиту его вывела ракета легкого класса «Ангара-1.2». Назначение спутника официально не раскрывалось. Однако из разговоров сотрудников Роскосмоса в соцсетях стало известно, что это спутник оптической разведки. Судя по литере Z, нанесенной на ее борт, он должен был выполнять задачи в ходе спецоперации на Донбассе. Наблюдая за траекторией спутника, западные разведки поспешили заявить, что он потерял управление и неконтролируемо снижается. Однако глава Роскосмоса, всемогущий Дим Карагозин, заверил, что именно так и планировалось. Мол, то, что Космос 2555 не управляется, это заведомая ложь. Он управляется, но не нами, а самим Господом. Режим, на кого Бог пошлет, это эксклюзивный, доступный лишь русским способ наведения спутников. Когда само проведение решает, на чью голову обрушить российскую карающую длань массой в 3,5 тонны, рассказал Рогозин. Глава Роскосмоса добавил, что день и ночь молятся о том, чтобы Всевышний избрал целью для спутника головы тех, кто ввел незаконные и необоснованные санкции против российской космической отрасли. Из-за этого Россия не получает импортных электронных компонентов, и Космос 2555 стал последним российским разведывательным спутником. Стало известно, что спутник с литерой Z сгорел в плотных слоях атмосферы, так и не достигнув вражеских целей. Международные санкции против России усложнили поездки россиян в Абхазию. Теперь они смогут расплачиваться в республике только абхазской национальной валютой – абсарами. До 12 июня россияне, как и прежде, смогут платить в Абхазии русскими деревяшками. Их будут принимать и отели, и торговые точки, и частные лица. Однако с понедельника использовать рубли будут в праве только граждане республики Абхазия и Южная Осетия по предъявлению удостоверения личности. Иностранцы должны менять рубли на псары, строго в государственных обменных пунктах, сеть которых сейчас экстренно создается. К сожалению, российский рубль, к которому так русские привыкли, стал токсичной валютой. Операции с ним грозят республике международными сложностями. Но там сделают все, чтобы гостям было удобно обменять рубли на абсары. Для этого, в частности, развернут обменный пункт на озере Рица, сообщил министр туризма Абхазии Теймурас Хижба. Обменять рубли на абсары сейчас можно только на границе Абхазии, на КПП ПСОУ. Курс рубля к псару на июнь установлен на уровне 1 к 1. Однако за обмен придется заплатить комиссию в размере 30%. В случае, если турист не потратит валюту на отдыхе, он сможет обменять остаток при выезде на рубли, также с комиссией в 30%. Из-за нехватки наличных абсаров в обращении, Абхазия временно будет использовать в качестве национальной валюты, бумажные рубли со штампом абхазского Минфина. Оргкомитет Алых Парусов единогласно поддержал инициативу Всероссийского родительского комитета ВРК о запрете Ивану Урганту принимать участие в празднике. Вместо него ведущим мероприятия в этом году будет философ и политолог Александр Дугин. У нас вызывают большую обеспокоенность морально-нравственные качества Урганта. Есть вопросы и по его выступлениям в СМИ. Такие люди, как он, не должны быть ориентиром для молодежи. Ничему хорошему у наших детей они не научат. «Пускай катится в свою Америку и деградирует там», заявила заместитель председателя ВРК Полина Тереза Давыдова. Дугин согласился принять участие в празднике, только при выполнении ряда условий. Для выпускников будет введен жесткий дресс-код, а зона для зрителей будет разделена на две части – мужская и женская. Кроме того, новый ведущий лично проведет собеседование со всеми артистами и музыкантами, которые будут выступать на празднике. Никакой попсы, а уж тем более музыки на западных языках или оголенных тел. «Дети должны наслаждаться выпускным, а не подвергаться искушению в центре имперской столицы России», заявил Дугин. Что касается либералов, ну это отдельный случай, я бы их вообще не упоминал. Это страшная вещь, либерализм. Либералы не правы во всем. Даже тогда, когда они правы, они все равно не правы. Это тоталитарная идеология, это секта, это фанатики, это убийцы, это люди, уничтожающие на корню просто заведомо, априори, все имеющие хоть какую-то ни было ценность, возвышенность. Это враги духа либералы. Они, собственно говоря, не скрывают, что их задача уничтожить, ликвидировать дух, его превратить, рассеять, его распылить, превратить в антропию. Что для этих, ну, как бы, странных фанатиков, опасных очень, маньяков либералов, что для них хорошая литература, а что плохая, это тоже огромный вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok